МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. В студии Александр Базаров и сегодня в выпуске. Здравствуй, юность в сапогах. В России стартовал осенний призыв. Крайне опасен. В Чебоксарах разыскивают преступника, напавшего на девочку. Банька моя, я твой тазик. Король российской эстрады представил чебоксарцам новое шоу. 1 октября начался осенний призыв на военную службу. По заданию штаба Центрального военного округа встроенные ряды армейцев станут 1204 молодых человек из Чувашии. Уже по традиции 15 самых лучших отправятся в Кремлевский полк. Но нынешних призывников ждут и некоторые новшества. Об этом говорили на еженедельном совещании правительства Республики. Начиная с этого года призывникам, которые имеют высшее образование, дается право выбирать – служить один год по призыву или два года по контракту. Также с 1 сентября проводится подготовка граждан, которые учатся по основным специальностям и параллельно проходят обучение военной службе на кафедрах. Суть программы заключается в том, что в течение обучения они проходят теоретический курс. По окончании три месяца, как это было раньше офицеры, теперь это солдаты с сержантами, сдают квалификационный экзамен по окончании этих сборов. И при успешной сдаче они защищают свой запас присвоения в войск звания солдат-сержант в зависимости на какой должности он обучался. Если он квалификационный экзамен не сдает, он подлежит призыву на общих основаниях. На совещании обсудили и итоги реализации подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской республике за 9 месяцев текущего года. В 2014 на эти цели из республиканского бюджета было выделено в полтора раза больше средств, чем в прошлом. В результате различными мерами государственной поддержки воспользовались свыше 5000 субъектов малого и среднего предпринимательства. Созданы около 1000 новых рабочих мест. Сохранены 9058. В бизнес-инкубаторах Чувашской республики на льготных условиях размещено 95 субъектов малого предпринимательства. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. На совещании подвели итоги форума «Россия. Спортивная держава». Пленарные заседания, конференции, круглые столы, мастер-классы о чемпионах. В Чебоксарах за три дня прошло более 100 делах мероприятий и спортивных акций. Жители республики подтвердили на личном примере, что их регион самый спортивный. Только на старт оздоровительной ходьбы 9 октября вышли 30 тысяч человек. Еще тысячи смельчаков попыталось дать нормативы комплекса ГТО. Популярностью в эти дни пользовались и выставочные павильоны. Горожанам показывали инновации отрасли и новинки спортивной литературы. Мастер-классы о чемпионах тоже проходили с аншлагом. В них приняли участие 400 специалистов. На протяжении трех дней республика встречала гостей. Еще накануне форума в Чебоксары прилетел президент России Владимир Путин. В Чувашию также побывали члены российского правительства, федеральные министры и более 50 олимпийских чемпионов. Вообще столичный аэропорт в дни форума принял 25 рейсов. Представители региональных делегаций и главы других регионов внимательно присматривались, как Чувашия принимает события мирового масштаба. Заинтересовал гостей и опыт региона в развитии массового спорта. То, что вы ввели индивидуальный номер для каждого человека, кто занимается спортом, и эта база позволяет отслеживать, мониторить всю эту ситуацию, я считаю, что это очень хорошая работа. Мы ее обязательно у себя будем перенимать. То есть мы приехали учиться к вам. Чувашия дает хороших спортсменов, хорошо развит массовый спорт. Регион находится один из первых и по массовому спорту, и по спорту высших достижений. Это правильно, что приехали сюда полторы тысячи человек, заявилось на участие в форуме. После победы России на Олимпийских играх, не только проведение победы, это проведение Олимпийских игр, а еще победа спортивная, это, конечно, Россия стала великой спортивной державой. И так, форум, это каждый раз проходит, когда здесь форум, это новые встречи, новые знакомства, новые какие-то новшества, проведение тренировок и организации соревнований. Это всегда движение вперед. Не вооружен, но крайне опасен. В новоюжном районе города Чебоксары неизвестный мужчина напал на 13-летнюю школьницу. К счастью, девушка вырвалась, и трагедию удалось избежать. Следственным комитетом заведено дело по статье «Покушение на убийство». Открытое пространство и светлое время суток не помешали неизвестному совершить нападение. Налицо явное психическое расстройство. Фоторобот нападавшего можно увидеть на сайте Следственного комитета Почуварской республики. Это мужчина в возрасте 25-40 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные, возможно, черные. Был одет в куртка матерчатая темного цвета, брюки темного цвета, предположительно джинсовые, обувь темного цвета, носки белого цвета, на голове бейсболка темного цвета, с белым рисунком спереди и белыми вставками по бокам. С собой имел сумку, либо портфель, либо сумку-планшет черного цвета, со светлыми полосками по диагонали для ношения через плечо. Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом мужчине, сообщить об этом по телефону в Чебоксарах 66-24-88, 66-24-31, либо 02. К поискам мужчины подключились и оперативники уголовного розыска. Вообще, в этой службе, находящейся на передовой в борьбе с преступностью, нет случайных людей. Ведь без любви к выбранному делу здесь просто не выдержать. Согласен с этим высказыванием и герой нашего материала, подполковник полиции Александр Андрюшкин. Подробности у наших коллег из пресс-службы МВД. Сейчас подполковник полиции Александр Андрюшкин руководит оперативно-сыскным отделом по раскрытию Крашуправления МВД России по городу Чебоксары. За плечами 15 лет службы в различных подразделениях уголовного розыска, куда его привела детская мечта. Уж очень хотелось городскому мальчишке быть похожим на героев известного кинофильма о работниках Мура. Придя с армии, отучившись в университете, мечта возникла давно. Именно работать в уголовном розыске, именно в уголовном розыске. Ловить, задерживать преступников. И вот в 99-м году пришел я, тогда был оперативно-сыскной отдел криминальной милиции МВД Почувашской республики. Сначала новоиспеченный лейтенант занимался раскрытием хищения из квартир, потом, как шутит, переквалифицировался на карманные кражи. Говорит, что профессия сыщика затянулась с первых дней и с тех пор не отпускает. Я вот помню, раскрыл свое первое преступление самостоятельно. Увидел, наверное, тогда своими еще молодыми глазами благодарный взгляд потерпевшей, к которому возвращали вещи. И вот я помню, я домой шел с чувством какого-то исполненного долга, наверное, с чувством того, что я людям сделал добро. За эти годы Александр Петрович раскрыл сотни преступлений. К примеру, пару лет назад республику захлестнули нападение на фермерские хозяйства. Злоумышленники за раз умудрялись похищать десятки голов крупного рогатого скота и скрывались. На раскрытие дерзких преступлений были брошены лучшие силы уголовного розыска. Ниточка потянулась на Нижегородскую область. Значит, группа во главе со мной выехала в Нижний Новгород. Организовали там все необходимые мероприятия. Правда, пришлось немножко задержаться. Два с половиной месяца я находился в комбинировке. Значит, совместно с управлением уголовного розыска удалось нам выйти на след преступников. Тогда чувашским оперативникам пришлось изрядно помотаться, выслеживая предполагаемых преступников. Их все-таки взяли с поличным. Даже удалось вернуть чувашским фермерам часть похищенных коров. «Все наши победы посвящены близким», говорит подполковник полиции. А тыл у Андрюшкина надежный и понимающий. Супруга Оксана сама сотрудник полиции. Да и папа Александр Петрович отменный. Все свое свободное время, которого практически нет, он посвящает семье. Гуляет с детьми Дарьей и Романом, любит порадовать близких очередным кулинарным шедевром. Еще реже ему удается выбраться на охоту или рыбалку. Больше не для того, чтобы что-то поймать, утверждает полицейский, а чтобы просто побыть наедине с природой и набраться сил. А их, как известно, в борьбе с преступностью нужно немало. Междугородние авиаперевозки в республике набирают популярность. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства в рамках проекта развития региональной авиации Чебоксарский аэропорт обслужил более 400 рейсов. Сейчас на небольших самолетах из Чувашии возможно добраться только до двух регионов. В региональном министерстве транспорта подсчитали, что в этом году рейсом Чебоксары-Уфа воспользовались более тысячи человек. Из Самары в столицу республики добрались по воздуху более 900 пассажиров. Авиарейсы в оба города было решено продлить до 25 октября. Насколько популярно сейчас стало летать самолетом прекрасно известны и гости сегодняшней программы «По существу». Вот уже два года Лада Лапушкина работает стюардессой. Она и, это видно на экране, и действительно похожа на героиню популярной песни. Нашему корреспонденту Анастасии Алексеевой Лада раскрыла секреты своей профессии. Подробности сразу после новостей. Глава республики встретился с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Король пуп-музыки приехал в Чебоксары со своим новым шоу «Другой». Эта постановка уже не первый год гастролирует по России и собирает полные залы. Чем певец удивил чебоксарского зрителя? И чем его в очередной раз поразила Чуваша? Моему коллеге Дмитрию Ковалеву Киркоров дал эксклюзивное интервью. Это была по-настоящему громкая премьера. Впервые свое шоу «Другой» Филипп Киркоров поставил три года назад на сцене Большого Кремлевского дворца. Масштабы концерта поразили всех музыкальных критиков. Яркие спецэффекты, компьютерная графика. Над каждым номером работали лучшие режиссеры и хореографы страны. Теперь эту постановку ставят в один ряд с проектами западных звезд. Сам Киркоров признается, что получится в итоге изначально не знал никто. Творческая команда певца старалась экспериментировать. Большое театрализованное действие, где задействованы и артисты балета, и цирка, и иллюзии, и фокусы, и смена костюмов, и потрясающие дизайнеры. И, конечно же, песни разные, новые, старые, песни любимые. В провинциальных городах народный артист дает не менее масштабные концерты. Вместе с ним по регионам путешествуют более 50 человек и две фуры с костюмами и аппаратурой. В столице республики шоу другой король поп-музыки исполняет на бис. Вообще, вспоминает певец, его концерты в Чебоксарах всегда проходили с аншлагом. В Чувашию он успел влюбиться давно. В Чебоксарах я был впервые лет 25 назад, может быть, на заре своей карьеры. И выступал на стадионе, может быть, кто-то, кто нас сейчас смотрит, помнит этот концерт. Но это было потрясающе, я что-то запомнил этот свой приезд. Сейчас я проехался по этой республике, по вашей. Нету бездорожья. Прекрасные дороги. Всякий случай, та трасса, которая меня привела из Южкоролы к вам, она была безукоризненная. Вернуться в Чебоксарах Киркоров пообещал ближайшее время. В следующем году он презентует очередную концертную программу и отправится с гастрольными по стране. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Мастер-класс «Звездная дорожка» организованной Федерацией фигурного катания России и компанией Ростелеком прошел в рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». В течение двух дней юные спортсмены и их тренеры оттачивали азы фигурного катания. Подробнее об этом смотрите далее. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Выполнять основные шаги, кросс-роллы и различные выпады юных фигуристов обучали на первом в Чебоксарах мастер-классе «Звездная дорожка». Возможность пообщаться со звездами большого спорта воспитанникам спортивных школ предоставила национальная телекоммуникационная компания «Росселеком». «Очень приятно, что добралась до нашего замечательного города Чебоксары. И сейчас здесь есть уникальные отличия. Обычно звездная дорожка нацелена только на воспитанников детских и юношных спортивных школ. Но в Чебоксарах мастер-классы пройдут не только для воспитанников, но и для их тренеров. То есть мы сможем научить учителей, показать им тоже замечательные примеры прекрасных выступлений. Я думаю, что это повысит качество преподавания». Делились своими профессиональными секретами с начинающими фигуристами ведущие тренеры Всероссийской Федерации фигурного катания Виктор Кудрявцев и Алексей Урманов. «Это не первое мое проведение звездной дорожки, которую программу придумал «Росселеком». «Я думаю, что из этих детей, которых мы видели на этих занятиях, они могут очень прибавить сильно. И из некоторых появятся в сборной юношеской команде». Уже три года подряд воспитанники детских и юношеских спортивных школ всех федеральных округов России принимают участие в звездной дорожке. Результаты, как правило, видны сразу. «Научили сегодня очень многого. Узнали, что есть такие хорошие тренера, олимпийские звезды. Но я выучила, что надо держать руки очень жестко по схеме. Хочу стать чемпионкой, чтобы меня все знали. И очень многого я добилась». Программа «Звездная дорожка» продолжит путешествовать по всей стране. Ведь в каждом регионе есть дети, которые увлечены спортом и хотят развиваться в этом направлении. А компания «Росселеком» обещает поддерживать юных спортсменов. Редактор субтитров А.Семкин